Во время занятий они студенты очного и заочного отделений, лицеисты, строгие преподаватели. Здесь же равные команды. Наряду с поддержанием здорового образа жизни, эту цель также преследуют организаторы спартакиады МПСУ. Дать возможность учащимся и педагогам почувствовать себя частью единого коллектива. Дети вообще смотрят на нас немножко другими глазами. Они всегда удивляются. Я когда пришла собирать команду, они сказали, вы тоже участвуете. Поэтому для них это они уже на волейбольной площадке видели, на сцене видели. Теперь здесь, да, мы будем бегать с вами вместе. Они немножко по-другому, да, с другой стороны открывают нас. А мы, естественно, с другой стороны смотрим на них, как более ответственных, может быть, более сплоченных в коллективе. В этот раз на старт вместе со своими старшими коллегами выходят дебютанты соревнований. 1 сентября в брянском филиале МПСУ открылся лицей. Мальчишки и девчонки за полгода уже успели стать полноценными участниками общественной жизни своего учебного заведения. Лицей тоже очень мне нравится, потому что преподаватели все хорошие. Они относятся к нам как бы требовательно, но в той же степени очень как бы мягко к нам относятся. Ну, в общем, любят нас, и мы их тоже любим. Для сборных команд организаторы подготовили множество самых разнообразных конкурсов и состязаний, как на силу, так и на ловкость, чтобы даже несмотря на подготовку и возраст, все участники изначально находились в равных условиях, и каждый смог проявить себя в своей дисциплине. Программа у нас традиционная. Это сборка-разборка автомата. В связи с тем, что у нас проходит Мечник обороны массовой работы, стрельба, это будет настольный теннис, это будет гиря, это будут веселые эстафеты всевозможные. И в конце концов, самое, конечно, интересное, это веселое, это перетягивание каната. Отличный способ развлечься – узнать себя, говорят участники соревнований. На спартакиаде МПСУ участие добровольное и каждый год все более массовое. Такие мероприятия вообще необходимы, как не только для МПСУ, так и вообще для других институтов. Потому что такие мероприятия, они, во-первых, сплачивают любые возрасты, то есть как и методистов, сотрудников института, так и студентов, так и лицеистов, заочников. Новые знакомства какие-то, новые общения. Конечно, на подобных мероприятиях главное – участие, но и соревновательную часть никто не отменял. Эту во многом символическую победу в общекомандном зачете одержала команда студентов заочных отделений. Виталий Угримов, Сергей Ковыч. События. Брянск.